Здравствуйте! Это программа «Крупным планом». Меня зовут Инесса Буланкова. Говорят, душа, в отличие от разума, не думает и не рассуждает, а чувствует и знает, поэтому не ошибается. Наша сегодняшняя гостья – человек уникальный. Она одна из тех, кто предпочел материальным благам и стабильному будущему спасение людей, в частности, тех, кого принято как бы не замечать. Почему говорить о бездомности и помогать людям в трудных обстоятельствах – это новая норма, расскажет директор московского филиала благотворительной организации «Ночлежка» Дарья Байбакова. Дарья, здравствуйте! Спасибо, что вы сегодня с нами. Бесспорно, о каждом человеке лучше расскажут его поступки. Но из первых уст мы действительно хотели бы сегодня услышать многое. Прежде всего, мне интересно, почему из такого огромного спектра благотворительных инициатив вы все же сделали такой интересный выбор и решили посвятить свою жизнь именно проблеме бездомности в России? И как эта работа стала работой мечты? Здравствуйте! Я, надо сказать, не сразу пришла в «Ночлежку». «Ночлежка» не первая благотворительная организация, в которой я работаю. Я сначала работала, собственно, аудитором, финансовым аудитором после университета. И параллельно я была волонтером такой благотворительной программы, которая называется «Старшие братья, старшие сестры». Я была наставником, параллельно с работой аудитором, я была наставником мальчика из детского дома. То есть я там каждые выходные к нему приезжала и, в общем, ничем особенным не занимались, кроме как дружили. И задача моя была показать ему какую-то альтернативную жизнь по сравнению с той, что он видит в детском доме. И когда я в какой-то момент устала быть аудитором и стала думать, а куда бы мне пойти, чтобы работа моя была какой-то более осмысленной, что ли, я подумала, что я, в общем, перебирала разные варианты. И я подумала, что благотворительный фонд — это то место, куда, наверное, логичнее всего пойти. Потому что, с одной стороны, было бы здорово сменить профессию, например, на профессию врача, но это, в общем, много лет придется учиться. Ну и, в общем, довольно сложный путь, наверное, к которому я не сразу была готова. А работа благотворительного фонда, с которой я вот благодаря программе «Старшие братья, старшие сестры» была знакома, и я подумала, что это вот такое место, в котором, с одной стороны, есть такая какая-то концентрация общественной полезности, и вообще это то место, которое меняет жизнь людей к лучшему. А с другой стороны, туда можно пойти работать, имея вот тот багаж опыта и знаний, который у меня есть после работы аудитором. И первым моим местом работы была благотворительная программа «Спин Бифида». Этот фонд, он тогда только создавался, я пришла, это был такой благотворительный стартап, я пришла, познакомившись с Валерием Панюшкиным, у него появилась тогда идея вот этого благотворительного стартапа, это фонд, который помогает детям с патологией спинного мозга. И тогда, вот на моменте, когда я присоединилась к команде, там было юридическое лицо, был расчетный счет, больше не было ничего. Я начала работать директором по фандрайзингу, то есть я отвечала за привлечение ресурсов, и с одной стороны это было очень сложно, потому что я никогда раньше этим не занималась, с другой стороны это было очень полезно, потому что вдруг я руками, там не было команды, там долгое время было сначала один, потом два, потом три человека в фонде, и мне пришлось просто руками самостоятельно пройти все этапы создания нового фонда. И я проработала, по-моему, 18 месяцев, в какой-то момент поняла, что стратегия этого фонда, она больше связана с конкретной адресной помощью детям, которые обращаются в этот фонд, что очень важно и очень нужно, безусловно, но мне вообще вот та роль в благотворительном фонде, который меня особенно привлекает, она про то, что не только что мы помогаем каким-то подопечным, детям или взрослым, которые обращаются к нам за помощью, а еще в том, что мы решаем какую-то социальную проблему. Вот она раньше была, а мы делаем что-то, чтобы ее в какой-то момент не стало, ну, в идеале фонд закрылся за ненадобностью. И поэтому мне не хватало вот таких системных задач, которые бы мы делали бы что-то, что бы меняло совсем, решало эту проблему. Вот, и поэтому я в какой-то момент поняла, что мне хотелось бы найти место работы, мне, в принципе, в этом смысле было более-менее все равно, какую проблему решать. Ну, их такое количество, что мне там не кажется, что там одна проблема как-то сильно важнее другой. С одной стороны, а с другой стороны, я понимала, что фондов, которые помогают детям и вообще желающих, ну, что понятно, людей, которые готовы откликнуться на помощь детям, их гораздо больше, чем людей, которые готовы откликнуться на помощь взрослым. Ну, или, например, особенно такой, как бы, стигматизированной категории взрослых, как, например, бездомные люди. За работу в ночлежке я какое-то время следила, и даже когда вот искала первое место работы в благотворительном фонде, даже думала, не переехать ли мне в Петербург, потому что, ну, вот какая прекрасная организация, в Москве ее нет. Вот, и поэтому, когда я увидела вакансию, что вот Гриша Свердлин написал, что ночлежка собирается открывать филиал в Москве, и я подумала, что вот, как бы, оно. Что вот он знак. Да, вот, потому что, ну, с одной стороны, как мне кажется, это, ну, очень интересно, когда вот чего-то нет, и у тебя есть возможность что-то создать, того, чего не было еще. С другой стороны, это какой-то такой для меня был таким личным вызовом, потому что, ну, такая сложная тема, мало кто ей занимается, а большая проблема, ну, в общем, довольно сложно переоценить масштаб проблемы бездомности в России, потому что, ну, это просто миллионы людей, мы, к сожалению, не знаем, сколько, потому что нет никакой официальной статистики, но это миллионы бездомных людей, которые есть в России, а эта проблема, она, ну, в общем, никуда не денется, потому что бездомность — это такое предельное выражение бедности, в общем, наша экономическая ситуация довольно тяжелая, и поэтому, в принципе, бездомных людей, они будут и будут и будут. Почему это работа мечты? Потому что... Для вас, для вас. Я все думаю о том, что, конечно, работать директором благотворительной организации, в моем случае московского филиала, конечно, в разы сложнее, чем работать финансовым аудитором. И это, на самом деле, не очевидно для меня было первое время, потому что, ну, как там, работать финансовым аудитором — это какие-то правила бухгалтерского учета, международные стандарты, ну, вот, как бы, есть что узнать, что запомнить, там. А здесь вроде как, ну, там, здесь нет каких-то... Ну, главных схем. Здесь нет схем, здесь... Главная сложность в том, что вдруг ты попадаешь в мир, в котором, ну, нет какого-то правильного ответа. И ты занимаешься тем, чем ты никак в жизни не занимался, потому что, если ты работаешь финансовым аудитором, то ты там в какой-то момент, ну, в принципе, ты знаешь все участки работы, которые окружают тебя. А здесь я не знаю. Ну, то есть, когда я пришла, я там не знаю, как делать ремонт в помещениях, я никогда не занималась, я там не знала, вот, пока не начала этим заниматься руками, как там настраивать платежные системы, я ничего, я довольно мало знала про вообще, про бездомность и про какие-то лучшие практики, а как эту проблему решают в мире. И вот такая вот, с одной стороны, такая разноплановая работа, она довольно сложная, с одной стороны, а с другой стороны, она невероятно интересная, потому что каждый день я понимаю, что вот каждое мое действие, оно приближает нас в какой-то мере к тому, чтобы там, ну, вот на чуть-чуть этой проблемы стало меньше, про нее больше узнали, там, как-то люди поменяли отношения к этой проблеме или к людям, которые обращаются к нам за помощью. И вот это вот ощущение результата и небесполезности того, что мы делаем. Как-то раньше я вот работала и думала, что я вот много работаю, а вот как бы непонятно, честно говоря, зачем я это делаю. А как бы вам офис на планах? Да, а как бы вот, при том, что я очень хорошо отношусь к работе аудитора, мне кажется, она вот в финансовом мире, она максимально полезная, нужная, вот, делает финансовый мир честнее и прозрачнее. Но все равно на жизни людей это не отражается, это отражается очень мало. А тут каждое действие, оно, конечно, вот как-то ты чувствуешь свою полезность, и эта полезность неизвестна еще кому больше нужна. Как бы мне, вот, мне нужно вот это ощущение полезности или тем людям, которые, собственно, получат результаты этой работы. Да, Ирина, ну работа, надо сказать, очень стрессовая, если можно так выразиться. Стрессов вам хватает, мне кажется, на этой работе. И правильно ли я понимаю, что каждое решение, каждый шаг, он дается буквально сбоем? Потому что у людей стереотипов очень много. Сталкиваетесь, я уверена, с реакцией абсолютно неоднозначной, да? И вы уже рассказывали о том, какой поток был негатива со стороны местных жителей, когда вы пытались в Москве попробовать открыть, попробовать хотя бы открыть прачечную для бездомных. Какими вообще качествами характера или какими талантами должен обладать человек, чтобы реально удержаться на этой позиции, чтобы работать в ночлежке, не пасовать, не опускать руки? Потому что это ведь годами стучаться в закрытые двери. Ну вообще, мне кажется, очень важно воспринимать эту работу как работу, понимая, что это, ну как бы, это не вся часть жизни, это просто работа, это задача, с которой нужно справиться. И поэтому, ну если что-то не получается сегодня, значит, надо найти другой путь, как пойти, как обойти то, что не получается, и, в общем, придумать другой план B, C, D, в общем, как угодно. Мне кажется, что действительно важно, с одной стороны, ну сохранить какое-то внутреннее спокойствие и не воспринимать там все эти преграды, с которыми мы встречаемся, как какой-то конец света и совершенно непреодолимое препятствие, потому что, ну как бы, Москва не сразу строилась, это всё понятно. А с другой стороны, мне ещё кажется, что важно, в какой-то момент летом мне написал вот какой-то человек, в общем, незнакомый мне раньше, написал мне сообщение такими словами поддержки, и он написал мне, что, Даша, вот я знаю, что вам сейчас очень тяжело, но вы только помните, что на самом деле за вами огромное количество людей, вот тех бездомных людей, которых, ну в общем, никто не замечает, и их как бы не слышно. И вы вот тот человек, вот в этой конкретной ситуации, который, ну на самом деле, представляет их интересы. И в этом мне, ну то есть, мне не показалось, что в этом есть какая-то там великая миссия или геройство, мне показалось, собственно, что это та причина, ради чего я это делаю. И мне как-то сразу стало спокойнее, потому что дело не во мне лично и не вот там в тех людях, которые там как-то спротивляются нашей работе, а есть какое-то ощущение, что вот есть другие люди, которые, ну вот так сложилось, что у них меньше возможностей громко об этом сказать, а у меня больше возможностей. Ну вот просто так сложилось, но это при этом такие же люди, ничем от меня не отличающиеся. И вот эта возможность как-то говорить не только про себя, а вот на самом деле про много-много людей, она как-то очень много дает сил. А работа в ночлежке, мне кажется, главным образом научила меня не судить. Потому что чем больше я узнаю про бездомность, чем больше информации у меня есть, вот разрушающие все вот эти вот довольно надоевшие, мне честно говоря, стереотипы про то, что это люди сами выбрали, сами виноваты, помочь им нельзя. И чем больше я понимаю, как складывается жизнь этих людей, почему они оказываются на улице, это очень сильно отрезвляет. Ты вдруг понимаешь, что вот тот образ, который возникает в голове, или вот там те мысли, которые проносятся, когда я смотрю на какого-то человека, они могут не иметь ничего общего с реальной картиной. И вот эта мысль, что ты никогда не знаешь, а что на самом деле происходило в жизни человека, это вот как-то мысль, которая, в общем, про которую я все время думаю. Ну хорошо, то, что нам частенько интересно, все равно они понимают наши близкие и родные. И в вашем случае, вот вы пришли и сказали, все, я нашла, буду работать с бездомными. Как это вообще воспринялось в вашей семье, да? И спустя, вот два вопроса в одном сразу, и спустя время удалось ли что-то изменить в сознании скептически настроенных близких людей? А я уверена, что были настроены и довольно скептически. Надо сказать, что как-то моя семья очень легко все это принимает, а точнее, может быть, все и переживают в глубине души, но никто ни разу мне не сказал о том, что не надо так делать, мы против, нет, вот этим не надо заниматься. И за что я очень благодарна, потому что, конечно, когда я там на работе, например, сказала о том, что я увольняюсь от партнера, с которым я работала, они мне сказали, что Даша, ну как все понятно, сходи в отпуск, отдохни немножко. Я говорю, нет, ну я вообще хорошо себя чувствую, я приняла решение. Вот. И не все меня поддержали, не все друзья меня поддержали, но на самом деле, вот по прошествии какого-то времени, мне кажется, вот, мне вообще кажется, что все вот эти страхи, которые на самом деле лежат в основе вот такого, может быть, непринятия, они просто потому, что, ну, люди знают мало вообще про благотворительность, про социальные проблемы. А мне кажется, чем больше я начинаю рассказывать об этом, тем как-то всем становится спокойнее, что ничего ужасного со мной не происходит, вот там, все в порядке, я хорошо себя чувствую. Все-таки пока в России, конечно же, нет вот этого позитивного образа бездомного человека, я имею в виду, если мы даже сравним там с Америкой и в целом с Западом, да, как-то более позитивно народ настроен и более, опять же, я не знаю статистики, но я, наверное, больше говорю о том, что я читаю из новостей, если можно верить. Вот, как вы думаете, что должно вообще произойти в сознании русского человека, да, чтобы все-таки этот образ стал позитивнее? Мне, честно говоря, не кажется, что дело в каком-то позитивном образе. Мне кажется, что отношения поменяются тогда, когда каждый поймет, что это то, что как бы недалеко и не с кем-то другим, а что это может произойти с каждым из нас. Ну вот как-то мы, мне кажется, уже понимаем, что, например, никто не застрахован от какого-то заболевания или там никто не застрахован от того, что в семье родится ребенок с особенностями развития. Это, ну как бы, вот так случается. И ровно то же самое с бездомностью. На самом деле никто не застрахован от того, что там мы сами, наши родители, наши близкие, наши друзья окажутся в какой-то момент в состоянии бездомности. И вот то, что как-то так очень сильно на меня повлияло, это в ночлежке, еще я не работала в ночлежке, был такой тест, он до сих пор есть в сети, называется индекс уязвимости. Это такой чат-бот, который задает вопросы, минуту занимает ответить на вопрос этого чат-бота, и он в конце дает результат, такой вот процент моей вероятности оказаться на улице. И я вот прошла этот тест, там внутри него зашиты реальные причины бездомности, потому что реальные причины бездомности, они такие очень довольно обыденные. Это там переезд в крупный город в поисках места работы, семейные конфликты и там мошеннические сделки с недвижимостью, черный риэлтор. Сказать, что там как-то любой человек на 100% застрахован от этих причин, не застрахован. И я там получила свой индекс уязвимости в 32%. И вот я там считала, что у меня такая благополучная, стабильная жизнь, вдруг ты понимаешь, что вообще-то у тебя есть 32% вероятности оказаться на улице. И это как-то очень сильно впечатляет. А у меня есть, например, друзья с энксом уязвимости в 56%. И вот мне кажется, что когда мы осознаем, что это в общем не другие какие-то люди, а это такие же люди, в жизни которых просто случилась вот такая череда бед, от которых никто не застрахован, то как-то сразу внутренне хочется сделать что-то, что если вдруг там, не знаю, мои дети окажутся в состоянии бездомности, чтобы в этот момент в России была такая система, которая бы помогла им из этого состояния бездомности выбраться и вернуться в обычную жизнь. И вот это, мне кажется, с одной стороны вот это должно повлиять, а с другой стороны бездомность сейчас в головах очень часто это такая какая-то безликая серая масса, которая там вот в голову обычно приходят такие образы людей там у вокзалов грязные, плохо пахнущие, вот они как бы сливаются в одну такую неприятную серую массу, от которой хочется немножко отговорить. А если показывать и рассказывать реальные истории реальных людей, то мы вдруг узнаем, что это люди очень разные, что совершенно не все они так выглядят, а большинство выглядит совершенно не так, и мы их там на улице не отличим от обычных прохожих, что, например, процент больше половины бездомных людей это люди с законченным высшим или средним образованием. Ну то есть ты вдруг шаг за шагом начинаешь понимать, что, в общем, ну как бы ничего не отличает нас от этих людей. А еще, мне кажется, очень важная мысль, которая тоже сильно поможет нам справиться с вообще этой проблемой, это мысль, что любой человек достоин помощи. Вообще-то не важно, почему он оказался в беде. Вот, например, зимой, если мы идем по улице, и впереди нас падает идущая девушка, то, ну, в принципе, у всех людей первая мысль и вот первое такое действие, которое будет девушку поднять. И в этот момент мало кто думает, а почему девушка упала. Она там на высоких каблуках идет, она там не занимается спортом, она там, не знаю, про что-то не подумала. В этот момент всем все равно. Важно поднять человека, который упал. А когда мы говорим про бездомность, мы вдруг начинаем вот эту мысль трансформировать в то, что человек может быть, он не заслуживает помощи, а может быть, вот он сам виноват, а может быть, он вот как-то не подумал про свое будущее, там, как-то плохо выстраивал отношения. На самом деле, это не важно. Это все не важно, а важно, что, ну, какая разница, почему так случилось. Вот так случилось. Вопрос, что с этим делать. Вопрос, что с этим делать. Я понимаю. Даша, вы в ночлежке занимаетесь больше просветительской, я правильно понимаю, да, рекламной такой деятельностью, но сам, есть ли место в вашей работе именно общению с подопечными, да, вот, чтобы послушать их истории, вникнуть, понять ситуацию, или это все делегируется? Мне очень важно время от времени как-то быть чуть ближе к тем людям, собственно, ради которых мы все это делаем, поэтому я вот стараюсь, когда я приезжаю в Петербург, например, то я стараюсь ездить в нашем ночном автобусе в качестве волонтера, у нас есть там наши социальные работники, юристы, которые время от времени пишут нам какие-то истории про наших клиентов, вот, ну и там любая моя командировка в Петербург, офис ночлегки в Петербурге находится вместе с приютом, с консульционной службой, то есть там как-то ты становишься ближе к тем людям, ради которых я это, конечно, а, ну и в Москве у нас есть еще разные акции, когда мы там, например, собираем коммунитарную помощь и раздаем, и это тоже такое, в общем, все сотрудники ездят расставать, потому что это, ну, как-то возможность немножко оторваться от общения с чиновниками и вот людьми, которые со стороны на это смотрят и понять, собственно, для кого мы это делаем, мы это... Из всех историй, которые вы слышали, да, лично, либо из истории, которые уже опубликованы у вас на странице, какая больше всех тронула, какая действительно запомнилась? Я в какой-то момент поехала волонтером на ночном автобусе, там один был из моих первых выездов, и, ну, поскольку я мало знаю волонтеров, то и в петербургских, то там ночной автобус выезжает в шесть вечера и там до одиннадцати, до двенадцати на четырех стоянках вот волонтеры раздают еду, и там было несколько волонтеров, и был молодой человек, который пришел, пока мы там ждали, и пока мы там ждали еду из разных ресторанов, мы с ним, ну, в общем, о чем только не поговорили, про детей, про отпуск, кто там, где работает, вот, и пока мы с ним ездили все эти там сколько-то часов, я к концу поездки вдруг поняла, что это молодой человек, бывший клиент ночлежки, что он долгое время приходил к ночному автобусу, потом он жил в приюте, потом он нашел работу, потом он женился, и сейчас ездит волонтером, раздавая еду и рассказывая людям про то, что вот, как бы, а у него получилось, и это меня прям потрясло, потому что вдруг вот он, как бы результат вот этой работы, что это не какая-то там цифра и статистика, а это вот человек, который раньше приходил за едой, стоял вот в этой очереди, а теперь, ну, то есть никак в жизни я бы не подумала, что у него там есть какие-то годы состояния бездомности. В нашей программе мы очень часто задаемся вопросом, так, что же такое сострадание, да, и вот эта готовность помогать людям, это то, чему можно научить, или это что-то из разряда состояния или глубины души? Мне кажется, что рано или поздно все из нас к этому приходят. То есть это заложено у нас все равно? Мне кажется, что да, мне кажется, что как только, это какое-то внутреннее взросление, что ли, взросление в смысле ну вот какого-то такого внутреннего развития, когда сначала кажется, что там важны какие-то одни вещи, потом другие вещи, а в какой-то момент, мне кажется, наступает такой момент в жизни, когда ты понимаешь, что вот важнее, ну вот важнее возможность помочь другим людям, что-то поменять вокруг себя, там, сделать как-то мир чуть лучше, там, для своих родителей, друзей, детей, или там незнакомых тебе людей, и вот мне кажется, что, ну, наверное, есть люди, которые, может быть, как-то к этому и не приходят, но вообще в целом, мне кажется, это такое, да, некое естественное развитие внутреннего мира человека. Даша, вы считаете себя счастливым человеком? Да. А в чем ваше счастье? Мое счастье в том, что рядом со мной близкие люди, мое счастье в том, что я занимаюсь делом, которым мне очень интересно заниматься, которым мне очень нравится заниматься, и я вижу результат этого дела. Мне кажется, это большое счастье. А если бы можно было выбрать что-то одно, за что больше всего в жизни вы сказали бы спасибо Богу? За семью. Потому что, мне кажется, что не было бы у меня какой-то такой безусловной любви от родителей, от близких мне людей, и не было бы такой безусловной поддержки во всем. что бы я ни делала в жизни, ну, в общем, мало бы, что у меня получилось, и на мало бы, что я решилась. Поэтому больше всего я благодарна за семью. Дарья, спасибо вам большое. Благодарю вас за эту встречу, и низкий вам поклон за все то, что вы стараетесь сделать, не боясь, как-то, знаете, так идете вперед мелкими шагами, но тем не менее, и стараясь пробить ту или иную дверь. И я хочу пожелать вам, чтобы на вашем пути все-таки встречалось гораздо больше людей, готовых присоединиться, готовых помочь, не отвернуться и понять ту мысль, которую вы так стараетесь донести отовсюду. Спасибо вам большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова